Так, SceneView аддона API. Частенько бывает так, что, к примеру, мы не знаем, где мы находимся. Где наш объект? Как его найти? Чёрт его знает. Можно, конечно, кликнуть по нему два раза. Да, но это нас переместит, чёрт знает куда. Мы можем вылечить эту проблему через SceneView аддона API. В Universal мы имеем сразу несколько заготовленных заранее аддонов. Вы можете писать их сами. Можете писать кодом. Можете писать визуальным кодом. Или использовать имеющиеся. Не имеет значения. Так вот, сейчас мы, например, хотим сохранить позицию камеры. Вот наш космический корабль. Открываем окно аддонов, куда помещаются все аддоны, которые мы создали, зарегистрировали в системе. Которые написали вы, или которые вы скачали откуда-либо. Сейчас нас интересует камера. Вот мы выбираем камеры. Save camera position. Так, пишем. Ship. Это просто на память. Для себя. Save. Потом переместимся. Скажем так, вот это у нас будет... All position. Вот это у нас будет Start. А вот это у нас будет... Скажем, наш вот триггер. Вот у нас появилось 4 запомненных позиции. Мы можем переместить это окошко, куда нам заблагорассудится в пределах сцен view. И запомнить мы можем на текущий момент 10 позиций. То есть вот наша позиция ship. Наша позиция All position. Start. Ну и собственно триггер. Запоминание позиции камеры индивидуально для каждой отдельной сцены. И для каждого отдельного проекта. То есть есть у вас проект, есть несколько сцен. В каждой сцене может быть запомнено 10 таких позиций. Камеры. Очень удобно для процесса создания уровня игрового. Далее, что у нас еще есть. В стандартной поставке идет порядка 15 плагинов. Animation. Вот, например, в ViewAnimation мы уже показывали, как это работает. Но я покажу еще раз. Вот у нас объект. Вот мы можем проиграть его анимацию. Равно так же, как мы можем проиграть его анимацию, мы можем ее выставить в некоторое состояние. Вот, например, в такое. И воспроизведение в режиме Play начнется с этой позиции, в которой он сейчас находится. А не с нуля, как обычно. Потом. GameObject. Различные плагины. От коллайдеров, к примеру. То есть это плагин, добавляющий коллайдеры ко всем выбранным объектам. Smash коллайдеры. И Box коллайдер. Можно его простенько дописать для ваших нужд. Потому что это визуальный граф. Вот он. Сейчас мы его можем рассмотреть. Вы можете изменить состояние этого плагина в зависимости от ваших нужд. Добавить новые коллайдеры или еще что-либо. Сохранить вот этот префаб. И все будет работать. Так же любой аддон API SceneView аддон API может быть написан посредством обыкновенного кода в Visual Studio или MonoDevelop или даже во встроенном редакторе. Это не имеет никакого значения. Система сама найдет. Описание добавлено вот здесь. Все очень простенько. Увидимся в следующий раз.